Сегодня у нас будет разговорное видео. Я специально так переоделась. Поярче, покрасивше, потому что разговорное видео, я не знаю, не все любят. Некоторым скучно. Если вам станет очень скучно и надоест, то вы можете разговаривать мои бусы, мою кофточку, в общем. Да, я вот о чем хотела сегодня поговорить. Ну, все знают, что сейчас происходит. То есть, не то слово все знают. Все как бы хотели бы уже и забыть про это, но невозможно про это забыть. И я стараюсь не очень много снимать на эту тему видео, потому что, ну, знаете, есть какая-то степень того, что уже просто вот надо как-то отлечь, отойти. Я отвлекаюсь и приснимаю видео про мои домашние аутфиты, в чем я работаю, снимаю моё расхламление, моего гардероба и так далее. Но сейчас я постараюсь вернуться к этой теме. Вернее, я не возвращаюсь к этой теме. Я вот, о чем хотела поговорить, что в свете темы, которые весь мир сейчас вокруг неё пляшет и танцует, я хотела вам сказать, что в одном из своих медиа, когда я рассказывала, что я работаю из дома, плюс и минус работы из дома, я вам говорила, что, ребята, мол, это не самое худшее, что может быть в жизни. И я как бы проходила моменты в моей жизни, которые были намного хуже, чем то, что сейчас происходит. И я хочу на эту тему поговорить. Может быть, немножко вас смотивировать и немножко вам объяснить, что, ну, как бы, вот то, что сейчас происходит, это на самом деле не так страшно. Потому что бывает и хуже, намного хуже. И я видела, как может быть хуже, я знаю. И плюс ко всему, я как бы снимала очень давно когда-то, ну, не очень давно, пару месяцев назад я снимала видео про эмиграцию в Канаду. Я там упоминала, что до Канады мы жили в Израиле. И я когда-то обещала вам рассказать про нашу жизнь в Израиле и, в общем, сравнить жизнь в Канаде и жизнь в Израиле. Как-то у меня никогда не доходят до этого руки, потому что, ну, я не знаю, у меня контент немножко другой. Я все больше по примеркам, тряпочкам и так далее. А тут, в общем, я думаю, что пришло время не совсем рассказать о жизни в Израиле, не совсем сравнить жизнь в Израиле и жизнь в Канаде, а рассказать про какие-то моменты нашей жизни в Израиле, через которые мы прошли, после которых вот то, что сейчас происходит, карантин и все такое, это, в общем, ну, как бы цветочки и мелочи жизни, поскольку, в общем, видали мы и похуже моменты. Значит, мы жили в Израиле очень много лет, я очень люблю эту страну, у нас родились в Израиле дети, мы с мужем познакомились, поженились в Израиле, у нас была хорошая работа, у нас была очень хорошая жизнь, прекрасные друзья, с которыми мы продолжаем общаться до сих пор, ну, так сложилось, что мы уехали в Канаду, но во время нашей жизни в Израиле мы прошли через некоторые, так сказать, испытания, так скажем, которые нас так закалили, что, в общем, то, что сейчас происходит, не выглядит таким страшным и ужасным, я вам больше что хочу сказать, но на самом деле то, что сейчас нас просят оставаться дома, нам говорят, пожалуйста, оставайтесь дома, и, в общем, и мы в ужасе, как, сколько, как мы сможем, ведь мы не можем никуда ходить, мы так привыкли, мы хотим в спортзал, мы хотим на выставки, в рестораны и так далее, мы хотим в магазины, наконец-то, я сама хочу, я соскучилась по шоппингу, очень бы хотелось ходить, но я вам хочу сказать, что, ребята, на самом деле, это не самое страшное, что может случиться с вами в жизни, потому что, значит, в Израиле мы, например, с 2000 по 2006 год в Израиле происходила интифада, это, как это объяснить, это слово на иврите, которое означает, то есть непрерывная череда терактов, которые происходят в стране, ну, как бы, такие военные действия без военных действий, понимаете, то есть это, когда люди находятся в опасности и находятся в постоянной опасности смерти, но на самом деле нет никакой войны, ничего такого, а просто вот, значит, в стране периодически происходит теракт, с периодичностью два раза в день иногда, и люди продолжают жить, продолжают ходить на работу, продолжают ходить в магазины, продолжают ходить в рестораны, продолжают путешествовать, продолжают вести какой-то более или менее нормальный образ жизни, нормальным образом жизни это назвать трудно, потому что, когда вы заходите в автобус, вы никогда не знаете, если вы выйдете из него жильем, потому что этот автобус может быть взорван в то время, когда вы находитесь в нем, вы можете погибнуть, вы можете стать инвалидом, Ваш ребенок, который садится в автобус и едет, например, в школу или в университет, может погибнуть или стать инвалидом, только потому что он сел в автобус. Понимаете, сказать, что это страшно, это ничего не сказать. То есть человек ко всему привыкает, человек может жить в таком режиме, в общем, мы жили в таком режиме 6 лет, и ничего в этом хорошего нет, это ужасно. Но человек такой животный, он ко всему привыкает, и он пытается адаптировать себя к этой ситуации, потому что жить надо дальше, и надо работать, и надо продолжать вести какую-то жизнь, рожать детей, воспитывать детей. Понимаете, невозможно запереться дома и никуда не выходить. То есть мы продолжали жить, мы продолжали встречаться с нашими друзьями, мы продолжали ходить в кино, в рестораны. Вот, например, по поводу ресторанов, значит, мы с девчонками ходили куда-то в кафе, и выбирали, во-первых, место, куда пойти, например, лучше пойти туда, где, например, ну как бы где меньше вариантов нарваться на то, что, скажем, более безопасное место. Ну, там были разные критерии у нас, по разным критериям, в каждом городе были свои примочки на эту тему. Заходя в кафе, значит, мы выбирали столик, где нам сесть, из такого, в общем, критерия, что на входе в любой кафе, ресторан, магазин, тогда в Израиле стоял охранник, который проверял сумку, с которой вы входите, так сказать, метлоискателем, проверял, нет ли на вас бомбы. Абсолютно всех, невзирая на то, как вы выглядите, похожи ли вы на израильтянина, или вы не похожи на израильтянина, но неважно, всех абсолютно, детей, женщин, мужчин и так далее. И террорист, если он приходил в кафе, значит, он понимал, что его не пустят, потому что человек, который стоит на входе, обнаружит на нем бомбы, его просто не пустят внутрь, значит, он взрывался у входа, погибал охранник, и погибали люди, которые сидели у входа, значит, чтобы сесть в кафе, мы искали столик подальше от входа, если террорист взорвется у входа, то нас, может быть, не заденет, или, например, подальше от окон, потому что если начнут снаружи обстреливать кафе, то погибнут и пострадают люди, которые сидят ближе к окнам, значит, надо сесть поглубже, ну, вот так. Ну, и вот так мы жили, и ходили в кафе, и ходили в рестораны, и все вот это вот сейчас, с моей точки зрения, я вспоминаю, и мне кажется, что это какой-то безумный, какой-то сюрреализм, это невозможно, так нельзя жить в такой... Ну, да, можно, но люди жили, и мы жили, и наслаждались жизнью, мы летали за границу, мы ездили в отпуск, мы путешествовали, прилетали назад. Да вы отпускаете своего ребенка, которому 16-17 лет, на дискотеку повеселиться в 1 июня, в День защиты детей, и приходит подонок с гранатой, с бомбой, и взрывает эту дискотеку, на которой находятся 16-17-летние дети, и там погибает, я не помню, по-моему, 20 человек, в общем, еще 20 стал инвалидами, я не помню точно цифры, не ловите меня на слове, но... И вы как мать, у вас есть дети, и вы знаете, что когда ваш ребенок идет куда-то, встречается с друзьями, идет на танцы, он может не вернуться домой, это страшно и ужасно, но люди продолжали жить, и не паниковали, и продолжали как бы существовать в этих реалиях. Это длилось 6 лет, в конце концов это закончилось, уж там, в общем, политическими всякими договорами, переговорами и так далее, и вот как мы зажили более-менее нормально, в 2006 году началась война у нас на севере, мы жили на севере Израиля, началась война с Ливаном, нас начали обстреливать с Ливана, с ливанской стороны, мы жили близко от границы, и, в общем, ну так и не по-детски, на наш город стали под бомбы взрываться, все начало гореть, и, в общем, мы знали, что мы живем в городе в опасной зоне, которая, в принципе, граничная зона, на которую может обрушиться град, ракет и так далее, в принципе, это иногда бывало, бывало очень редко и не очень интенсивно, в каждом доме существовали бомбоубежища, в которые нужно было спускаться, если начинался этот обстрел, и мы в 2006 году, это началась война, и, в общем, достаточно внезапно, просто нас стали обстреливать достаточно сильно, значит, началась война, я помню, что мой муж ушел на работу уже, а я осталась еще с детьми, и пришла к нам наши бейбиситтеры, которые смотрели на наших детей, потому что я тоже собиралась на работу, и вдруг, значит, мы услышали грохот, гром и бубух-бубух, вот это вот все, включили телевизор, оказалось, что нас бомбят, мы похватали с ней детей, мальчишек, и побежали бомбоубежище вниз, я стала звонить мужу на работу и говорить, что вот это вот все происходит, в общем, он сказал, что в это время все стали звонить его сослуживцам, их там жены, матери, семьи и так далее, муж приезжал с работы, мы, значит, схватили детей и повезли их куда подальше от севера, в центр страны, у нас там мужа живет, семья его, и мы... «Привет, я знаю, что ты меня смотришь». И мы оставили там детей и вернулись назад, потому что, в принципе, мы не знали, насколько это продлится, нам нужно было возвращаться на работу, и, знаете, мы, в принципе, думали, ну, побомбят как бы, не впервой. Но продлился это месяц, и, в общем, дети жили с бабушкой нашей, с мужем, мамой у мужа-сестры дома, и мы периодически их навещали, ездили туда-сюда, продолжали работать, продолжали ходить на работу, у нас в нашей компании было большое бомбоубежище, нам туда снесли наши компьютеры, мы продолжали там работать, значит, и, ну, как работать, вы понимаете, да, при этом, что, при том, что нас продолжали бомбить, то есть мы как-то жили между бомбоубежищем на работе и какими-то бомбоубежищем в доме, и, в общем, ну, короче, земля горела под ногами, понимаете, то есть я не могу сказать, что мы привыкли к этой ситуации, это длилось месяц, и это был такой, ну, в общем, достаточно адский, адский месяц, в который мы продолжали ездить между центром страны и севером, мы возвращались на работу, мы в выходные мы ездили, навещали детей, кто-то из нас оставался там, то есть, в принципе, мы могли погибнуть в любую минуту, потому что были моменты, когда мы ехали на машине, и нас вдруг начинали бомбить, и мы находились на хайвее, и вы понимаете, что вы находитесь в чистом поле хайвее, и вокруг там ничего нет, и вдруг на вас падают бомбы, ну, вот куда деваться, ехать быстрее, остановиться, бежать в канаву, или, наоборот, ехать быстрее, в надежде, что это все, значит, вы убежите от этой вот бомбежки вот локальной, которая сейчас происходит, да, ну, в общем, мы пережили это, слава богу, все остались живы-здоровы, вот, теперь, послушавши меня, я хочу вам сказать, ребят, вот, то, что сейчас происходит, нас просят оставаться дома, и нас просят никуда не выходить, и мы переживаем и страдаем, что мы не можем пойти в магазины, не можем пойти в рестораны, в спортзал, а на самом деле нашей жизни ничего не угрожает, потому что мы просто должны сидеть дома, и тогда нашей жизни ничего не будет угрожать, и нужно мыть руки, и вот, понимаете, то есть, возможно, после моего рассказа, нынешняя ситуация сидения на карантине и самоизоляции не покажется вам такой ужасной и невыносимой, мне она, например, не кажется ужасной и невыносимой, я очень рада, что мы можем работать из дома, что нам разрешили оставаться дома, и я стараюсь действительно никуда не уходить, я выхожу только за продуктами, и, в общем, вот так, то есть, в сравнении с тем, что бывает, то, что сейчас происходит, это не такое уж большое испытание и не такая уж большая проблема, которая, в принципе, нас всех настигла. Я хотела вам это рассказать, это историю, это даже не история, а просто, знаете, такой сравнительный анализ, как может быть плохо, степень того, как может быть плохо, и насколько все может быть катастрофично и драматично, чтобы вы, может быть, поняли, что не все так катастрофично и драматично, и сделали какие-то выводы, ну, в общем, я не хочу никого учить, никакие морали читать, ничего, ребята, я просто хочу вам сказать, что, ну, не самое страшное сейчас происходит, конечно, это все сюрреализм и полная какая-то фантастика, и совершенно невозможно было представить еще несколько месяцев назад, что это все произойдет, но это произошло, точно так же, как произошла антифада в Израиле с нами, точно так же, как происходила Ливанская война, в которой мы не могли представить, что на нас могут начать реально падать бомбы, и мы реально будем сидеть в бомбоубежище, и прятаться, и бояться выйти, например, с продуктами, потому что это может кончиться очень плохо. Да, но я надеюсь, что все адекватно и правильно воспримут этот мой рассказ, и, в общем, я всем желаю здоровья, всем желаю терпения, и, ребята, поверьте мне, что все это закончится, и мы будем это вспоминать, и, как бы, да, бывают в жизни такие моменты, такие ситуации, что надо потерпеть, и надо пострадать, не надо паниковать, не надо пороть никакую горячку, но, тем не менее, вот нужно спокойно выдержать это время, этот карантин, и стараться, как бы, подвергать себя и окружающих наименьшей опасности. Вы знаете эту фразу, наверное, уже она облетела весь мир, все, наверное, ее знают, что это единственное время, когда сейчас вот происходит, это единственное время, когда можно спасти мир, лежа на диване в пижаме. Это действительно правда, и это правда, как бы, знаете, вот каждый из нас теперь стал супергероем, сидя на диване, каждый из нас может быть супергероем. Всего вам доброго, увидимся в следующем видео, может быть, не такое серьезное будет, я вас буду развлекать, как всегда, показывать какие-нибудь одежки, какое-нибудь расхламление моего гардероба, продолжение моего расхламления моего гардероба и моих вещей. Всего доброго, Желаю всем здоровья. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Bye.